С начала года цены на автомобильный бензин в России выросли на 9,3%. Дизельное топливо по сравнению с январем 2021 подорожало на 8%. Так, за литр 92-го в Самаре сейчас просит 45 рублей 70 копеек, что на 2,5 рубля дороже, чем год назад. Литр солярки можно купить за 51 рубль 60 копеек. В начале года на эту сумму удалось бы получить почти на 100 миллилитров топлива больше. Основным фактором, который влияет на внутренний розничный рынок, является ситуация с соотношением оптовых и розничных цен. Если экспортные цены выше, то нашим производителям выгоднее продавать нефтепродукты за рубеж. Ну и наоборот. Поэтому государство у нас здесь ввело с 2019 года специальный механизм, за счет которого потери на внутреннем рынке вследствие такого ценового дисбаланса компенсируются производителям на внутреннем рынке. И за счет этого цены удерживаются. Увеличение цен на топливо неизбежно ведет к подорожанию товаров и услуг, потому что в структуре себестоимости любого продукта содержатся расходы на транспортировку. Экономисты утверждают, что при сохраняющемся темпе увеличения стоимости горючего конечные цены для розничных потребителей могут вырасти в диапазоне от 2 до 10%. Однако подобного самарцы еще не заметили. Максим Сиделкин работает в строительной сфере. Говорит, приходится много ездить, поэтому для него бензин как расходный материал. Подорожание не замечал. Раньше примерно 900 было, сейчас рубль, ну так, ну тысяча. То есть, ну по сути, ну да, так, 50 рублей накинулось, ну с 10 литров. Ну да, так сказать. Не задумываюсь просто об этом, расходник все равно, то есть по работе мотажа заправляюсь постоянно. С Максимом не может согласиться Евгений Васильев. Его работа тоже связана с постоянными разъездами. Он занимается электрикой. Последнее время начал замечать, что заправляясь на фиксированную сумму проезжает меньшее расстояние. Все подорожало. Стало больше денег уходить на бензин. Ну визуально, допустим, казалось то, что ты на тысячу заправился, у тебя полбака. А сейчас там одна треть где-то. Почувствовали увеличение цен на бензин многие самарцы. Цены на бензин растут всегда, в любых условиях. Это явление, к которому каждый автолюбитель в нашей стране привык. Это как смена времен года. Экономисты считают, что ждать снижения цен на топливо в следующем году не стоит. Однако никто из опрошенных водителей не собирается переходить на газ вместо бензина. Основными причинами отказа от использования альтернативных видов топлива называют высокую стоимость установки газобаллонного оборудования, а также юридические сложности при оформлении изменений в ГИБДД. Максим Магомедов, Константин Головин. События.